АК-47 попал в Книгу рекордов Гиннеса как самое распространённое в мире оружие. Этот автомат является любимым оружием сомалийских пиратов, а его цена колеблется от 10 долларов в Афганистане до 4 тысяч долларов в Индии. В настоящее время АК стоит на вооружении в 106 странах мира. Автомат Калашникова изображён на гербах некоторых государств. В частности, в гербе Зимбабве, на гербе и флаге Мозамбика, гербе азиатского государства Восточный Тимор. С 1984 по 1997 год АК был изображён на гербе африканского государства Буркинафасо. АК изображён на эмблеме ливанской группировки Хезбалла. У бывшего президента Ирака Саддама Хусейна был позолоченный АК изменённой конструкции. Также золотой калаш нашли у Муаммара Каддафи, про которого у нас было видео. Легендарность этого автомата сложно оспорить. Но есть пара вопросов к самой разработке. Почему чертежи Калашникова практически идентичны чертежам немецкого STG-44, разработанного Хуго Шмайсером во время Второй мировой? Как Калашников, не имея за спиной университетского или хотя бы среднего технического образования, а только семь классов сельской школы, мог изобрести самые популярные автоматы в мире? В этом видео мы постараемся ответить на эти вопросы и разобраться в судьбе легендарного АК-47 и его создателя Михаила Калашникова. 10 ноября 1919 года в обычном российском селе Курья в Алтайском крае родился человек, буквально перевернувший новейшую историю всего стрелкового оружия. Имя этого человека – Михаил Тимофеевич Калашников. Он был семнадцатым ребенком в многодетной крестьянской семье. В 1930 году семья его отца, Тимофея Калашникова, признанного Кулаком, была сослана в Томскую область. С детских лет Михаил интересовался техникой, с интересами следуя устройства и принципы работ разных механизмов. По окончании седьмого класса, с разрешения родителей, он вернулся на Алтай, но устроиться на работу не смог. Проучившись там еще год, решил вернуться к матери и отчиму, где получил паспорт, по одной из версий, подделав печать местной комендатуры в справке, сыну Кулака да не полагалось. В восемнадцать лет Михаил покинул родное село и переехал в Алма-Атинскую область Казахской ССР, где год работал техническим секретарем политотдела Туркестана-Сибирской железной дороги. Общение с машинистами, токарями, слесарями депо укрепило интерес Михаила к технике и зародило желание сделать что-либо лично самому. Осенью 1938 года Калашников был призван в Красную армию в Киевский особый военный округ. После курса младших командиров получил специальность механика-водителя танка и служил в городе Стры в Западной Украине. Уже там проявил свои изобретательские способности. Разработал инерционный счетчик выстрелов из танковой пушки, приспособление к пистолету ТТ для повышения эффективности стрельбы через щели в башне танка, а также счетчик моторесурса танка. Прибор учета моторесурсов танка был первым изобретением молодого танкиста Калашникова, рекомендованным к серийному производству еще в 1940 году. Однако из-за Великой Отечественной войны организовать его выпуск командование так и не успело. Последнее изобретение было достаточно значимым. Калашников был вызван для доклада о нем командующему Киевским особым военным округом генералу армии Георгию Жукову, от которого получил в награду именные часы. После беседы с Жуковым Михаил отправился в Киевское танковое техническое училище для изготовления опытных образцов своих изобретений, а после завершения испытаний на ленинградский завод имени Ворошилова для доработки и запуска в серию. Великую Отечественную войну Калашников встретил в августе 1941-го командиром танка в звании старшего сержанта, и в октябре под Брянском был тяжело ранен в плечо и контужен. Оказавшись в госпитале, он по-настоящему загорелся идеей создания своего образца автоматического оружия. Начал делать наброски и чертежи, исходя из собственного боевого опыта и мнения товарищей по оружию. Вернувшись в Алма-Ату, Калашников представил образец своей первой модели пистолета-пулемёта. Академик Благонравов написал такое заключение про образец. Пистолет-пулемёт Калашникова в изготовлении сложнее и дороже, чем ППШ-41 и ППС, и требует применения дефицитных и медленных фрезерных работ. Поэтому, несмотря на многие подкупающие стороны, малый вес, малая длина, наличие одиночного огня, удачное совмещение переводчика и передохранителя, компактный шомпол и прочее, в настоящем виде своём промышленного интереса не представляет. С 1942 года Калашников работал на Центральном научно-исследовательском полигоне стрелкового и миномётного вооружения. Здесь в 1944 году он создал опытный образец самозарядного карабина, который хоть и не вышел в серийное производство, частично послужил прототипом для создания автомата. Уже в 1945 году Михаил Калашников начал разработку автоматического оружия под промежуточный патрон 7,62 образца 1943 года. Автомат Калашникова победил в конкурсе 1947 года и был принят на вооружение. А теперь стоит вернуться в 1942 год. Тогда Гитлеру представили два образца штурмовых винтовок МКБ-42W конструкции Эриха Вальтера и МКБ-42H Хуга Шмайсера. Заключительная серия сравнительных испытаний выявила следующее. Образец винтовки Вальтера был оценён как чрезмерно сложный в обращении и чувствительный к загрязнениям. А штурмовка Шмайсера была простой, прочной, отличалась лёгкой сборкой и разборкой, однако была тяжелее конкурента и хуже сбалансирована. По результатам войсковых испытаний за образец был принят МКБ-42 Шмайсера, однако с рядом изменений и даже заимствований из конструкции Вальтера. Штурмовая винтовка окончательно оформилась только к концу 1943 года, а своё привычное название STG-44 штурмгевер обрела ещё позже, в 44-м. Только официально штурмгевер состоял на вооружении полиции ГДР, армии ФРГ, ВДВ Югославии, Сирии, Швейцарии, Франции и других стран. После снятия с вооружения множество STG-44 через чёрный рынок попали в руки всевозможных повстанцев и теористов по всему свету, и до сих пор используются ими. В частности, немало STG-44 применяют незаконное формирование на территории нынешней Сирии. Несмотря на все достоинства, новое оружие никакого существенного влияния на ход боевых действий Второй мировой войны не успело оказать. В достаточных количествах её произвести так и не успели, и до капитуляции Германии STG-44 оставалось оружием избранных, то есть всевозможных элитных формирований. Преуменьшать роль STG-44 бессмысленно, при всех недостатках это была действительно первая настоящая штурмовая винтовка, концептуально новое оружие, изменившее поле боя и во многом сформировавшее привычный облик всех современных армий мира. Дальше события развивались так. Оккупировавшие в апреле 1945 года тюрингские зуль американцы без особого интереса отнеслись к конструкторским разработкам оружия Хуга Шмайсера и фирмы Хеннель, где он работал. Для Янки, помимо прочих претензий, штурмовая винтовка STG-44 была слишком громоздкой, тяжёлой и малонадёжной. Союзники польстились только на продукцию и технику предприятия. Производственные мощности, здания, фирмы – всё это их не интересовало. С февраля 1945 года столь ценная инфраструктура поступила в распоряжение СССР по союзному договору о репарации. В отличие от союзников, советы разработками Хуга Шмайсера заинтересовались. Всю конструкторскую и технологическую документацию Хеннеля, касающуюся проектов всех видов вооружения, специалисты советской группы войск незамедлительно изъяли вместе с оставшимся вооружением, в том числе сотней винтовок STG-44, и боеприпасами. С октября того же года Хуга Шмайсер вместе с другими известными германскими конструкторами стал работать в комиссии по отбору интересующих СССР технологий и образцов немецкого вооружения. У него не было другого выхода. В уже национализированной на тот момент компании Хеннель Хуга Шмайсер оказался невостребованным. Необходимостью содержать семью объяснялось его согласие отправиться в командировку в Советский Союз. В действительности у Хуга Шмайсера не было выбора не только в материальном плане. Даже если бы он захотел прозябать неудел в послевоенной Германии, его бы все равно забрали в СССР. Немецкие специалисты, считавшиеся особо ценными работниками, которые могли бы помочь Советскому Союзу своими знаниями или навыками, репатриировались сотнями вместе с семьями вне зависимости от их желания. Хуга Шмайсер жил в Ижевске с октября 1946 года один без семьи. Работал на Ижевском заводе в составе группы немецких коллег-конструкторов, таких же, как и он сам, репатриантов. Территория завода круглосуточно охранялась КГБ. Шмайсер вместе с коллегами работал по направлениям, связанным с конверсией послевоенного советского производства. Они консультировали молодых конструкторов стрелкового вооружения «Ижмаша». Судя по архивным документам, Шмайсера советские специалисты ценили невысоко — специальное техническое образование у него отсутствовало, и он этим пользовался, постоянно отказываясь от поручений. В результате его, как дельного конструктора для «Ижмаша», в сентябре 1949 года признали недееспособным. А теперь возвращаемся к разработкам Михаила Калашникова. После заключительного этапа испытаний, Калашников уже с готовым АК приезжает в 1947 году в Ижевск ставить серийное производство. Конструкция АК к этому моменту уже устаканена, и автомат отправляется на серийное производство с широким применением штамповки. Правда, тут тоже вышел облом. Ижевский завод оказался технологически не готов выдерживать нужное качество штамповки, термообработки и клёпки ствольных коробок. Так что в 1950 году конструкторам «Ижмаша» пришлось заново создать фрезерованную ствольную коробку для АК. Оценить вклад Шмайсера в разработку автомата Калашникова сложно, поскольку официальные документы недоступны историкам, они до сих пор засекречены. А сам Гуго не оставил мемуаров, раскрывающих детали его работы в СССР. Шмайсер говорил о том периоде скупа, дал русским несколько советов. Оружейные эксперты после проведённого сравнения STG-44 и АК-47 пришли к следующему выводу. Внешние виды ударно-спусковой механизм в обеих моделях имеют много общего. На предъявляемые обвинения в плагиате со стороны критиков и сомневающихся в конструкторских способностях Калашникова исследователи вынесли вердикт – всё оружие, используемое в мире, так или иначе скопировано друг у друга. Сам немецкий конструктор во время проектирования ударно-спускового механизма для своего Шмайсера STG-44 использовал наработки фирмы Холека. Данным производителем ещё в 1920 году была выпущена большая партия первых самозарядных винтовок ZH-29. К тому же, несмотря на внешнюю схожесть, внутри по конструкции они абсолютно разные. Видел ли Калашников STG-44 и его чертежи? Конечно, видел. Нет конструкторов оружия, кто создаёт своё оружие с нуля, не имея понятия о его строении, последних разработках и новинках. Подсматривают ли удачные решения конструкторы друг у друга? Конечно. И в том же STG-44 масса деталей, подсмотренных у более ранних винтовок. Что касается различий между Штурмгевером и АК-47, есть довольно внушительный список. Первое. Штурмгевер снабжён шторкой затвора, которая предохраняет затвор от засоров. После взведения затвора она остаётся в открытом положении. На АКА шторка затвора двигается вместе с возвратной пружиной. Мелочь, но не упомянуть нельзя. Второе. Магазины АКА снабжены специальным зубом, который позволяет зацеплять магазин за корпус. Магазины STG-44 вставляются в специальную шахту. Третье. У STG-44 флажок переключения огня находится над большим пальцем правой руки слева. У всех модификаций АКА переключатель огня расположен справа над спусковым крючком. Эта мелочь уже прямо говорит о разной конструкции УСМ обоих автоматов. И четвёртое. Что касается затвора автомата, здесь начинаются очень сильные конструктивные различия. Запирание ствола на АКА происходит за счёт поворота затвора. У STG-44 за счёт перекоса затвора. Это самое важное конструктивное различие между автоматами. У Калаша есть целое эволюционное дерево. С самого начала Михаил Тимофеевич Калашников стремился сделать свой автомат максимально технологичным и приспособленным для массового производства. Цель была достигнута в 1959-м, когда началось производство АКАЭма, автомата Калашникова модернизированного. Новая штампованная ствольная коробка позволила уменьшить вес оружия и значительно увеличить количество выпускаемых автоматов. В конце 60-х годов на одном только Ижевском оружейном заводе в год производилось более полумиллиона автоматов АКАЭма. После того, как армия США в 1964 году приняла на вооружение винтовку М-16 под новый патрон 5,56 на 45, советские конструкторы начали работать над созданием своего собственного малоимпульсивного боеприпаса. Он позволяет снизить вес боекомплекта, а пуля меньшей массы имеет более высокую начальную скорость, что обеспечивает лучшую кучность и настильность траектории. В 1972 году группа конструкторов под руководством Сабельникова создала новый патрон, а в 1974 году на вооружении был принят автомат АКА-74. Новое оружие было максимально унифицировано с АКАЭм, что позволило в кратчайшие сроки развернуть его массовое производство. Конкурс «Модерн» на создание малогабаритного 5,45 мм автомата начался в 1973 году и завершился в 1979 году принятием на вооружение автомата Калашникова со складным прикладом укороченного АКС-74У. Изначально разработанный как оружие экипажей боевых машин и артиллеристов, автомат быстро завоевал признание УМВД, где он до сих пор используется как в патрульно-постовой службе, так и в специальных подразделениях. За годы службы АКС-74У не раз модифицировался для специфических условий. Например, в Афганистане пилоты вертолётов носили этот автомат в набедренной кобуре, а в КГБ для него был придуман специальный чемодан, из которого АКС-74У можно было достать одним нажатием кнопки. К концу 80-х армейское руководство начало искать возможности полной унификации основного стрелкового вооружения. На тот момент на вооружении состояли четыре автомата АК-74, АКС-74 для десантных подразделений, а также их версии с планками для ночных прицелов АК-74Н и АКС-74Н. Унифицированным образцом стал АК-74М. Все автоматы имели складной приклад и боковую планку для крепления ночных прицелов. Деревянные детали были заменены на более надёжные из стеклонаполненного полиамида. До сих пор АКМ-74М остаётся основным образцом стрелкового оружия в Вооружённых силах Российской Федерации. На базе АКМ-74М была так называемая сотая серия автоматов, названная в честь сотого производства в Ижевске, где собирались автоматы. В неё вошли автоматы АК-101 и АК-102 под патрон 5,56х45, АК-103 и АК-104 под патрон 7,62х39 и АК-105 под патрон 5,45х39. При всех очевидных достоинствах автоматы Калашникова имеют один недостаток — на них сложно устанавливать современные прицелы. Коллиматорные, оптические, лазерные и инфракрасные целеуказатели. Появление Калашникова 200-й серии позволяет решить эту проблему. Все варианты АК-200 имеют планки Пикатинни на крышке ствольной коробки, цевье и ствольной накладки. Также новые автоматы получили регулируемый приклад, новую пистолетную рукоятку и щелевой пламегаситель, снижающий вспышку при стрельбе ночью. В 2011 году Министерство обороны Российской Федерации объявило конкурс на новый автомат для вооруженных сил, который будет включен в новую систему экипировки «Ратник». Изначально от концерна Калашников на конкурс были заявлены два автомата в двух различных калибрах. АК-12 под патрон 5,45х39 и АК-103-3 под патрон 7,62х39. Этот образец впоследствии стал основой для автоматов 200-й серии. В 2016 году было принято решение о унификации автоматов, заявленных на конкурс. Публике были представлены автоматы АК-12 и АК-15 в новом облике. В январе 2018 года оба автомата были рекомендованы для принятия на вооружение. Боеприпас 7,62х51 появился в 1952 году и до сих пор используется по всему миру. Именно этот патрон используют такие легендарные образцы, как бельгийская винтовка FN FAL и немецкая G3. Популярность этого калибра заставляет ведущих мировых производителей разрабатывать новое оружие под этот патрон. АК-308 был создан для стран, которые традиционно используют патрон 7,62х51 и заинтересованы в оружии, которое совмещает в себе знаменитую надежность АК и мощный боеприпас. В конструкции АК-308 использованы узлы и элементы автомата АК-12, вывешенное цевьё, регулируемый приклад, крышка ствольной коробки с планкой Пикатинни. Вот такая история появления автомата Калашникова и спора вокруг него. Что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. А на сегодня всё, увидимся в новых выпусках на нашем канале.